У бейсболок есть дырочки на задней части. Прежде всего, они не дают голове сильно потеть. Вы также можете использовать их для регулировки размера бейсболки. Если она вам велика, пропустите нитку через дырочки и затяните ее. Будет выглядеть немного странно, но кепка останется на вашей голове даже в ветреную погоду. Кроссовки изначально создавались для баскетболистов, поскольку им требовалось зашнуровывать обувь наиболее удобным для себя способом. Были придуманы боковые отверстия. С ними кроссовки удобно сидели на любой ноге. Дополнительные боковые отверстия в кедах действительно обеспечивают вентиляцию, но изначально их сделали для более надежной шнуровки, поскольку кеды тоже предназначались для баскетболистов. Раньше мячи для гольфа были гладкими, но со временем игроки заметили, что мячики с повреждениями летают лучше, чем новые. В какой-то момент начали выпускать мячи с ямочками. Первые баскетбольные мячи были коричневого цвета, потому что их делали из коричневатой кожи. Но такие мячи было трудно заметить как игрокам, так и болельщикам. Чтобы баскетбольный мяч стал более заметным, его сделали оранжевым, прямо как дорожные конусы. Черные линии на баскетбольном мяче облегчают игру. На самом деле это желобки, помогающие управлять мячом. Поскольку игрокам необходимо перемещаться по площадке во время дриблинга или обвода, контроль имеет решающее значение. Черные линии позволяют лучше удерживать мяч и посылать его в любом направлении, как только он окажется в вашей руке. Если бы баскетбольный мяч был гладким, вы бы не смогли этого сделать. Кстати, точки, которыми покрыта поверхность мяча, служат той же цели. Теннисные мячи для Уимблдонского турнира всегда хранятся при температуре 20 градусов Цельсия. Температура влияет на их отскоп. Когда мяч теплый, молекулы газа внутри него расширяются. Это делает мяч более прыгучим. При остывании мяча молекулы сжимаются, что уменьшает прыгучесть. Если вы когда-нибудь играли в бильярд, то хорошо знаете этот зеленый стол. Игра зародилась в 14 веке, за 5 веков до баскетбола. В те времена у людей, конечно, не было бильярдных столов. Вместо этого они играли на улице на зеленой лужайке. Позже игру перенесли в помещение, чтобы можно было продолжать даже во время дождя. Ностальгический зеленый цвет сохранили как дань зеленым лужайкам. Есть звуки, которые большинство людей не выносят. Например, скрип ногтя по доске или царапанье стекла. Такой шум раздражает миндалевидное тело, часть мозга, контролирующую эмоции, включая страх и инстинкт выживания. В некоторых сырах есть дырочки, которые называют глазками. Их делают бактерии, используемые в процессе производства. Когда сыр почти готов, эти бактерии выделяют углекислый газ. Газ образует пузырьки, которые впоследствии становятся глазками сыра. Когда во время операции хирург долго видит красный цвет, чувствительность его глаз снижается. Оттенки красного смешиваются, и врачи не могут четко разглядеть нюансы человеческого тела. Синий или зеленый помогают освежить их зрение. Глаза на секунду отдыхают, а затем возвращаются к красному цвету. Если во время операции врач взглянет на белый халат, в глазах могут появиться маленькие зеленые пятнышки. Вы можете проверить сами. Посмотрите на что-нибудь красное в течение нескольких минут и переведите взгляд на белый лист бумаги. Вы увидите зеленоватые пятнышки. Хирурги носят синие халаты, чтобы не отвлекаться. Кроме того, в разных больницах могут быть свои правила. Халаты могут быть разных цветов в зависимости от иерархии, чтобы отличать врача от медсестры или интерна. Между тем, пациентам по-прежнему приходится носить халаты с разрезом сзади. Вы когда-нибудь задумывались, почему у большинства врачей неразборчивый почерк? Нет, в медицинских вузах нет курса по изучению плохого почерка. Причина в том, что врачи всегда спешат и пишут как можно быстрее, поэтому у них нет времени аккуратно выводить буквы. Помните, что вы не единственный человек, которому они выписывают рецепт в течение дня. Врачи выполняют много бумажной работы во время своих длинных смен и слишком устают для того, чтобы следить за почерком. Вы, наверное, замечали, что сидения в поездах и автобусах обтянуты тканью со странными узорами. Догадываетесь, почему? Эти узоры используют, чтобы скрыть пятна и потертости на сиденьях. Чем ярче цвет и больше узоров, тем труднее пассажиру заметить пятна и расстроиться. Кроме того, узоры обычно настолько уродливы, что никто не будет смотреть на них достаточно долго, чтобы разглядеть пятна. Да, узор нужен, чтобы заставить вас отвести взгляд от любых несовершенств. Вы точно не увидите однотонные белые сидения ни в одном автобусе. А почему в автобусах нет ремней безопасности? Автобусы в целом намного безопаснее автомобили за счет своей конструкции. В ее основе принцип со сложным названием – компартментализация. Сидения имеют высокие спинки, которые поглощают энергию. Кроме того, сидения расположены близко друг к другу. И в случае столкновения остается меньше места для перемещения. Плюс в автобусе пассажиры сидят довольно далеко от земли. И в случае столкновения сила удара поглощается корпусом автобуса, а не людьми внутри. Автобус намного тяжелее большинства транспортных средств. И в случае столкновения сила удара распределяется иначе, чем в автомобиле. Большая часть силы поглощается и пассажиры не испытывают значительного удара. Кстати, в маленьких и легких автобусах ремни безопасности нужны. И не забывайте о том, что автобусы ездят медленно, что в целом минимизирует риск аварии. А почему у автобусов огромные рули? Автобусы больше, чем обычные автомобили, и намного тяжелее. Автобус труднее развернуть, ей для этого требуется гораздо больше сил, чем при управлении автомобилем. Рулевое колесо большего радиуса позволяет водителю легче поворачивать транспортное средство, прилагая меньше усилий. У грузовиков большие рули по той же причине. Кстати, вы когда-нибудь видели мягкие игрушки впереди огромных грузовиков? С их помощью водители стремятся придать своим машинам индивидуальность. Это как талисман, который рассказывает о грузовике или водителе, и способ донести до мира, что шофер не страшный и суровый, а добрый и безобидный человек, которого не стоит бояться. По крайней мере, так говорят многие водители грузовиков. В Азии также существует поверье, что аварии на дороге происходят из-за призраков, а игрушки — это способ их отвлечь и защитить грузовик. Если вы покупаете часы или смотрите на их изображение, скорее всего, по умолчанию они будут показывать 10-10. Единственная причина в том, что это красиво выглядит. Вы можете видеть обе стрелки, и они не перекрывают друг друга. Кроме того, это они симметрично обрамляют цифру 12. Наконец, получается что-то вроде улыбки, которая настраивает на позитив. Если вы когда-нибудь смотрели видео со съемок, вы могли заметить, что перед каждой сценой специальный человек щелкает хлопушкой. Этот хлопок помогает на этапе монтажа. Фильм и звук записывают отдельно, а затем синхронизируют. Хлопушка издает короткий хлопок в самом начале отснятой сцены, и это место легко найти, чтобы добавить звук. Она также помогает сохранить информацию о снятом фрагменте, на хлопушку наносят данные о номере сцены и дубля, дате съемки, ракурсе камеры и других важных вещах, которые помогают разобраться в сотнях отснятых фрагментах. Треугольные клапаны на маленьких коробочках с соком помогут вам не разлить напиток. Если их поднять и использовать как ручки, вы не будете давить на упаковку, случайно расплескивая сок.